Возвращаясь к вопросу о том, что некоторые исследователи кавказских народов, Услар и другие считали носителями аварского языка, да и вообще аварами, лишь жителей Хунзахского плато. В этой связи, считаем принципиальным подчеркнуть, что в данном случае Услар и другие авторы были неправы, называя аварский язык, хунзахским, поскольку хунзахский диалект, особенно в фонетическом отношении, больше отличается от литературной нормы, нежели многие другие северные диалекты. На классическом Балмац, к примеру, разговаривают в селе Телеты Шамильского района, в Гумбетовском районе, других селениях по реке Авар-Ор, но никак не на хунзахском плато. Кроме того, согласно письменным источникам, знаменитый Уману Цаал Великий в XVIII веке разговаривал не на хунзахском диалекте, а на Балмац. Как свидетельствует автор X века, Хайдарбек Геничутлинский про Уману Цаала, говорил, что тот разговаривал на литературном аварском языке. Таким образом, аварский литературный язык не является языком хунзаха, как подчеркивают некоторые авторы, а он сформировался как междиалектная основа. Также аварские нутцаалы, не являлись хунзахскими ханами, как опять же хотят представить сторонники противопоставления аварских регионов друг другу. Хунзах был всего лишь столицей аварского нутцаальства, а сам нутцаал не являлся членом хунзахской общины. Сходно с ним и другое мнение, принадлежащее полковнику Неверовскому, так как аварцы составляли всегда самое сильное племя в горах, всегда занимали средину Дагестана, то и язык их сделался господствующим между обитателями описываемого края. Почти все горцы умеют говорить по-аварски и употребляют этот язык при устных сношениях между собою. Известный исследователь дагестанских языков Адольф Дир объясняет потребность в языке общения крайне языковой дробностью этой части Дагестана, Андийский округ и западная часть Гунипского округа. Он подчеркивает, что аварским языком владеют почти все лица мужского пола от Кидера и Бешта на юге и до самого Анди и Гагатли на севере. Кроме, собственно, бассейна реки Андиор, согласно полевым материалам Сергеевой, рисующим языковую ситуацию конца 19-го начала 20-го века, аварский язык имел распространение ударгинцев, смежных с аварией, и чеченцев, а именно ауховцев. Кроме того, контакты с тушинами и кахетинцами также способствовали некоторыми из них усвоению аварского языка. Как правило, аварский язык в Тушетии мог бытиться с кем диалектом аварского языка, который знали лучше те из тушин, кто арендовал летнее пастбище в горах Дагестана, у нутсалов ункратля, чья ставка находилась в село Кэди, это нынешний Цумадинский район.